Яма где-то метров пять глубиной. Я уже огораживал лентами. Что только не делал. Смотрите, железо вокруг торчит. Ребятишки или кто-нибудь взрослый упадет, так он не вылезет. И таких экс-погребов на территории между домами на Островского 50-е и Сакова 232 можно насчитать несколько десятков. Одни ямы закидали мусором и ветками, в других все еще виднеется дно. Местный житель, у которого под окном поляна из погребов рассказывает, это место давно привлекло внимание черных копателей. Я говорю, что вы тут делаете? Мы с разрешения копаем, железо добывают. Приедет машина, закопаем все. Закапывают до сих пор, уже второй месяц. Кто владеет этими погребами, неизвестно, говорит житель. Может быть, чужие владения раскапывают, пока хозяева не в курсе. И добавляет, в этих местах часто играют дети. Случись что, кто будет отвечать? ДС-2 говорит, что это администрация, вот эта территория, так, вот, друг на друга так перепираются и все. Я тогда позвонил Буевич, вот, это депутату нашему, нашему, так. Вот, мне секретарь сказала, что вам позвонит помощник. Вот, и с 18-го числа я жду, когда помощник мне позвонит. Разве четыре я звонил уже. Однако чудесным образом прямо у нас на глазах подъехали машины с песком и выгрузили его под окна жителей. А после рабочие сообщили, что прибыли по распоряжению районной администрации. На днях приедет трактор и от ям избавятся. В свою очередь, чиновники ответили нам, эта территория неразграниченная, что, по сути, значит, бесхозная. Но город работы на ней проводит. В настоящий момент проводятся работы по завозу грунта для отсыпки провалов от погребов на данном земельном участке. Эту работу мы планируем завершить на текущей неделе. А жители пока снова остаются в недоумении. Как будут засыпать ямы, если песок высыпали совсем с другой стороны? Неужели трактор поедет по целым погребам? Но тут, как говорится, время покажет. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов, День с толком. Анна Рашагирова, День с толком.